Привет, друзья! Еду я с работы домой и решил заехать, показать вам один район, который находится неподалеку. Называется он Ричландс. Район не новый, однако в последние несколько лет там построили довольно-таки неплохие дома. Итак, давайте мы проедемся и я вам покажу. Поехали! Ну что, ребят, давайте прокатимся по этому райончику. Я вам покажу здесь домишки, которые совсем недавно построили. Как я говорил, район, в принципе, уже старый, но здесь есть некоторые улицы, где дома построили относительно недавно, им всего года два. Это либо дома, либо таунхаузы. Вот, посмотрите, как они симпатично выглядят. Вот, значит, средняя стоимость жилья в этом районе составляет около 400 тысяч долларов. Плюс-минус это вот как раз примерно за такое жилье. Вот, спасибо сказали, поблагодарили. Вот, смотрите, какие симпатичные домики. Вот, им буквально еще нет двух лет. Значит, у этих танхаузов или домов очень маленький бэкьярд, буквально там, не знаю, 2 или 3 метра длиной, шириной. Буквально, чтобы поставить сушилку или барбекюшницу, но зато дом довольно-таки большой, двухэтажный. Был я внутри в одном из таких домов, мне, честно говоря, понравилось. Вот, значит, этот район не для инвестиций, потому что в Брисбене есть гораздо лучшие районы в плане инвестиционных каких-то вложений. Но, однако, здесь все равно очень много живут людей, которые снимают, которые не купили. И смотрела статистику, почти половина жителей, которые здесь живут, они как бы не учтены. То есть, это люди, которые приехали новые, либо не стали на какой-то учет. То есть, либо они совсем недавно купили жилье, либо они снимают жилье, сюда приехали. Вот, так что этот район чисто вот так жить для себя. Он очень удобный, потому что от Сити здесь буквально 15-20 минут ехать по дороге, которая называется, опять этот человек, которая называется Ипсвич Роуд. Сейчас эту дорогу активно расстраивают, она будет гораздо шире, трехполосной. И, надеюсь, через года два дорога будет уже такой хорошей, потому что сейчас идет стройка. А еще, ребята, вот помните, я вам говорил, что дороги есть, а домов нет. Вот, пожалуйста, типичный строительство, вот видите, есть улица, знаки, разметка, название улиц, но домов вообще нет. То есть, именно вот с этого начинается строительство. Вот видите, пожалуйста, тут пустой лот. Мне кажется, года через два здесь что-то будет стоять. А вот впереди еще строение, нам бы вот как бы до них доехать. Давайте сейчас попробуем, может быть, найдем дорогу туда пробраться. Вот, хотел я вам этот райончик показать еще вчера, но у нас вчера были в Брисбане дожди, и как-то, ну, когда мокрое стекло, что здесь особо разглядишь. Вот, ребята, смотрите, вот выехали, и буквально, видите, на параллельной улице вот уже старые дома, которым лет так уже, наверное, по 20, а то и по 30, если не больше. Потому что такие кирпичные дома строили в основном в 80-х годах, темный кирпич, года так, 60-70-е, ну, а если уж совсем такой домик фанерный, то это, да, годов 60-х. Ну, я, по крайней мере, говорю по Сиднею, потому что, ну, в Брисбане здесь строительство, строительство немного другое. А так, вообще, райончик симпатичный, как я говорил, до Сити добираться очень быстро. У нас неподалеку есть большие индустриальные зорны, где, в принципе, вы, в принципе, можете работать. Вот, и, в принципе, да, вот это вот направление, оно довольно-таки очень удобно. То есть, вы здесь живете, вы тут работаете, смотрите, какие дома справа красивые. Вот это такие типичные дома 90-х годов. Сейчас мы попробуем найти улицу, свернуть и показать, покажу вам еще строение, если получится у нас их разглядеть поближе. Где-то здесь должен быть хитрый поворот. Вот. А впереди очень много земли, вот здесь, подальше присмотритесь, там тоже будет строительство. То есть, активно Брисбан так застраивается. Застраивается, давайте сейчас еще поедем. Вот, пожалуйста, еще новые дома на продажу. Дом, так, Land from 200, то есть, за 200 тысяч вы можете купить участок земли. Или, пожалуйста, 400 тысяч под ключ, то есть, вместе с домом, то есть, из 200 тысяч. Участок 200 тысяч дом. Дом будет довольно-таки такой недорогой, недешевенький. Как раз, типа такого, как я делал один из прошлых обзоров, когда мы ездили в район Мангахилл. Вот, пожалуйста, видите, идет строительство. А также строят вот дома. Сейчас сюда постараемся зарулить. Вот. А это у нас, это у нас уже как, даже не дуплексы, не танхаусы. Это как дом, как он называется-то. Когда сразу несколько домов соединены, как бы, одной общей стеной. Давайте зарулим, посмотрим, мне самому интересно. Контингент здесь разный. Вот, я смотрю, попадаются и китайцы, и индусы попадались, и австралийцы были. Сейчас, ну, вообще, хоть чернокожий парень проехал на машине. Возможно, рабочая, возможно, здесь живет, кто знает. Так, сейчас нам надо развернуться. Постараемся развернуться, а то здесь что-то у нас совсем в тупике. Везде строительство идет. Собственно, да, ребята, и вот именно поэтому я сюда заехал. Потому что, если вы рассматриваете Брисбан для переезда, то вот вам мысли к размышлению. Можете приезжать сюда, и к моменту вашего приезда здесь будет и новое жилье. И вот эти дома тоже будут перепродаваться. Вырастет ли цена? Тяжело сказать. Брэд, Форд, Аутлук. Ну-ка, давайте-ка заедем. Минусы, кстати, таких домов, что обычно дается только одна парковка на машину, а вторую машину, видите, приходится ставить где-то снаружи. Хотя, хотя, если большой дом, то может быть и две парковки, два парковочных места. Вот, урна стоят. Это, похоже, сегодня был Клининг Дэй. А, вот еще одни отдельные гаражи. Вот, видите, судя по автомобилям, машины дорогие. Значит, и народ, в принципе, живет недешевенький. Так, сейчас мы как-то заедем, и ни хрена отсюда мы не выйдем. Точно, все, тупик. Возвращаемся обратно. Да, в Австралии много стали строить вот такого типа жилья. Времена, времена больших бык-ярдов прошли. И не потому, что строители такие жадные, а потому, что, в принципе, ну, зачем он, большой участок земли, гораздо проще купить что-то более вместительное, более большой дом. Ну, хотя под инвестицию, конечно, участки до сих пор требуются большим спросом. Но для новых панаех, те, кто покупает первое жилье, им гораздо, гораздо более выгодно жить в более комфортабельном доме, нежели чем в каком-то старом доме, но с большим участком, который требует больших затрат по времени. Вот, пожалуйста, видите, рядом дома, которые уже были построены пораньше, мне кажется, лет так, наверное, 5, а может и 10 назад. Так, ну что, давайте выезжать потихоньку, что ли. Вот, ребят, надеюсь, такая поездка вам понравилась. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, конечно, оставляйте ваши комментарии. Если тем будет интересно, то можно будет устроить еще покатушки. Спасибо за просмотр и всего самого наилучшего. Удачи! Спасибо за просмотр!